Приветствую вас, и знаете, вы задавая свой вопрос относительно того, как вам реагировать, немножечко лукавите, как мне кажется, потому что вы уже как-то на это реагируете. И, скорее всего, будете реагировать как-то на это и дальше. То есть в том смысле, что вы уже как-то реагируете и просто подумайте, вы хотите что сказать, что будете реагировать так, как нужно реагировать. Ну, это на мой взгляд немножко, я бы сказал, стран, вот. Потому что реагировать нужно так, как вы реагируете, а не так, как, ну, как кажется там правильным, например, и так далее. Да, то есть это по меньшей мере получается какое-то подавление себя. Вот, то есть это уже стремление следовать каким-то рамкам, стремление следовать каким-то, может быть, нормам, которые вы, ну, вот, вы считаете, что эти нормы есть, да? Да, вот, и соответственно, что происходит, да, если вы эту норму, ну, если вы этой норме не следуете? Вот, то есть вот такой примерно здесь можно дать вам ответ, потому что, ну, потому что то, что вы спрашиваете, это вот противоречивая история. Теперь, дальше, значит, то, что касается ситуации. Ну, во-первых, если вы думаете, что вы можете человека изменить, вот, то я боюсь, что в какой-то степени вы ошибаетесь, потому что изменить человека нереально, вот, в принципе, это нереально сделать, нереально, нереально изменить человека, вот, если он только-только сам этого не хочет. А вы пытаетесь, что, соответственно, не может не ставить под какое-то, ну, под какие-то сомнения характер ваших отношений, вот. Что не может не ставить под сомнения то, как вы себя позиционируете в отношениях, да? То, как вы, ну, то на каких основаниях вы отношения в целом выстраиваете, вот, я бы сказал, что это точно такой важный момент. Достаточно. Валерийный момент. А, что еще? На что еще нужно обратить внимание? Ну, в первую очередь, я бы сказал, на что нужно обратить внимание, это на то, как все же вы это восприняли, именно вы как это восприняли. То есть, если вы восприняли это негативно, то почему? То есть, вот вы говорите, я против, категорически против. Ну, давайте подумаем, что если вы категорически против, но при этом мы выбрали мужчину, которому это нравится, и которые не видят в этом ничего дурного, то получается, что либо вы измените свои цены, откажетесь от чего-то, ну, откажетесь от чего-то в контексте своих ценностей. Или вы откажетесь от чего-то, как мне думается, у вас нет другого выхода в эту ситуацию. Потому что, либо вы принимаете человека таким, какой он есть, и находитесь с ним в отношениях, прорабатывая, например, свою проблематику. Да, то есть, ну, вот, ту проблему, которая у вас есть. То есть, условно говоря, проблему, именно проблему вашей реакции на это. То есть, проблему того, почему, например, почему, например, я так реагирую, да, допустим. Вот. Либо вы уходите от человека и, собственно, говорите, что нет, мне это не подходит. То есть, по сути, берете на себя ответственность за свое решение. Вот. Что происходит здесь, ну, не сложно, в общем, догадаться. Вы хотели бы, чтобы мужчина отказался от того, что вам не нравится, и в то же время, чтобы он был с вами. Вот. Вот. Что-то вы хотите человека изменить. Вот. Ну. Мягко говоря, это позиция деструктивная. Вот. Деструктивность позиция не в том, что так нельзя, или что так поступать не хорошо. Нет. Деструктивность позиция в том, что таким образом вы можете просто-напросто не потерять отношения. Вот. Потерять, я бы сказал, человека. Вот. Потерять отношения. Просто. Ну, оттолкнуть его, как-как бы, от себя. Вот. И все. В общем целом. То есть, человек просто решит, что так он больше не хочет, не будет, и в общем целом, все. Его это просто-напросто не устраивает. Вот. То есть, вопрос здесь стоит, ну, примерно вот таким образом. Да? Отдаете ли вы себя в этом отсюда? Понимаете ли вы, понимаете ли вы это, что вот такая, что такая проблема может быть. Может быть. Вот. И, собственно, что вы хотели бы этим делать? Вот. И хотели бы вообще в этом что-то делать. Дальше. Наличие такого факта, да, вас задевал. Вы категорически против. Мы наподумаем, чем вас это задевает. Вот. Моя коллега уже, например, пыталась угадать, да, чем вас это задевает. Ну, мне, честно говоря, угадывать не очень хочется, потому что я понимаю, что причин может быть много. Вот. И не всегда эти причины являются очевидными. Даже если я окажусь в проект с вами там, нам это, может быть, будет неприятно, и вы от этого можете еще больше, ну, как бы, отстраниться, отдалиться, отказаться. Вот. Мне бы этого не хотелось. Поэтому. Поэтому я предпочитаю не гадать, а предпочитаю, например, все-таки больше непосредственно спросить у вас. Только постарайтесь вот максимально честно на это ответить. Чем вас это задевает? Почему вас это задевает? Это валд, но достаточно, это достаточно валд, вот, чтобы разобрать этот момент. Потому что от того, чем вас это задевает, зависит ни много ни мало будущее ваших отношений. Совершенно очевидно, да, что, ну, вот, я могу назвать просто, как бы, качество одной из основных причин, да, это сравнивание. Сравнивание себя. То есть, многие, многие люди, ну, вот, женщины сравнивают себя с актрисами, вот, и, как бы, следует своей логике, что если мужчина смотрит на других женщин, женщин, да, вот, то, значит, он этих самых других женщин хочет. Вот, но при этом, а, немножко здесь выпускается из видео, как мне кажется, а, момент, связанный со спецификой, а, восприятия. Например, того же секса и, за спецификой, а, восприятия, а, ну, интимного партнера у женщин и у мужчин. Это довольно сильно различается, то есть довольно сильные различия, довольно большие различия в специфике, вот, потому что мужчина воспринимает это. Одним образом женщина воспринимает это по-другим образом. Для мужчины это, как его, эээ, ну, интимная сфера, это, эээ, сфера, эээ, порой не связана с любовью от слова «сосил». Да, да, то есть, эээ, как бы, для мужчины чувство отдельно, вот, а любовь, она отдельно, вот. И, ну, опять же, да, можно говорить, например, о том, хорошо это или плохо, можно говорить о том, насколько это адекватно, эээ, вот. Но, мы имеем то, что имеют, и работают, наверное, нам нужно с тем, именно, что мы имеем, вот. Практически, практически любой мужчина относится, в принципе, к этому так нет, я только не, эээ, нет. И, может быть, смотреть в определенную степень морализова, да, и, ээ, чего-то такого. Вот. Поэтому, ээ, очень важно вам, эээ, вот, ну, в этом, обдавать, ээ, себе отчет. Когда вы воспринимаете, посмотрите, то есть, по сути, что получается, вы в данном инциденте видите только свою, по факту, как бы сторону. Вот, вы не видите сторону мужчины, да, и вы, ну, как бы не принимаете его сторону. Есть не только ваша сторона, но есть еще и сторона мужчины. Вот, и, коль уж вы сами заговорили про секс, да, то я полагаю, что вот одна из основных причин, да, это то, что вы, ну, грубо говоря, не уверены в себе. Вот, вы не уверены в себе, вы, вероятно, сомневаетесь в себе и, может быть, думаете, что с вами что-то не так, если мужчины там смотрят еще на других, ну, на других женщин, вот. Хотя, по-вторых, по-вторых, связи, связи в этом, связи, точнее, нет никакой. Вот, что здесь главное? Главное здесь то, что вы не уверены в себе, вот что главное в этой, значит, ситуации. Вот, это главное. То есть, главное не то, что мужчина, а, ну, ну, воспринимает, да, чувствует, чувствует и так далее. Главное то, что воспринимает и чувствует силы. Вот. Это, это важно. Поэтому. И, внимание, вам необходимо обращать, в первую очередь, именно на это. Там. Там? То есть, именно на то, что вас задевает эта ситуация. Именно на то, что вам неприятна эта ситуация. Именно на то, что она вам стоит, в смысле, болезнена. Вот. И нужно постараться определить, чем для вас эта ситуация болезнена, чем для вас эта ситуация. Конкретно. Вот. И решить, для, для себя решить, что, что вы хотите с этим делать. Вот. И хотите ли вообще с этим что-то делать. Вот. Потому что, если вы не хотите в себе ничего менять, например. Ну, вот. То это полное право. Ваше. Да? Вот. То есть, полное ваше право. Ваше право. Но, только, согласны ли вы на... Как бы результат. Да? Который, может быть... Вам будет не очень, не очень, мягко говоря, подышать. Вот. Тут нужно это учитывать обязательно. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это ваше чувство к мужчине и то общее между вами, что есть, на чем строятся, собственно, отношения. Ну, на чем могут устраиваться отношения. Ваше я имею ввиду. Это достаточно важный момент, потому что недостаточек общего между вами, например, недостаточек общего между вами может играть весьма, весьма, ну, существенную роль, вот, весьма, весьма серьезную роль может играть. Вот. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы имели это в виду, в виду, и как-то вот для себя бы немножечко рассмотрели бы этот момент. вот, да, вот как бы, что общего у меня, допустим, да, и, ну, и мужчина. Вот. Вот. Что общего между мной и человеком? Что нас объединяет? Что нас, что связывает? Вот. Что делает близкими? Вот. Вот. Как я, например, отношусь к нему. Чего я, эээ, хочу, например, для него, именно для него. Не для себя, а для него, хочу ли я что-то для него, вот. Что я готов, готова, например, принять. Понимаю, что я не готова принять. Ну, вот, насколько, там допустим, ну, насколько честно, именно честно, насколько честно, насколько я честна, например. Вот. Честно, насколько честно я говорю человеку о том, что меня волнует. Насколько честно я говорю человеку, что меня беспокоит, да, насколько я искренне с собой, например. А, вот. Следующий момент, достаточно важный момент, это, когда я говорю, что я против чего-то, я против чего-то в соответствии со своими ценностями, то есть это не сорвет по моим ценностям, но никак меня не задевает. Или я против, потому что меня это задевает, ну, лично, меня это задевает. И я защищаюсь, как бы, вот, я защищаюсь именно тем, кто против. Т.е. 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 вам, на мой взгляд, надо бы подумать, потому что это весьма серьезно, да, это весьма важно. Это то, что касается любопытства на вас, соответственно, если вы не отдаёте отчёты себе в том, собственно, что происходит, то могут быть сложности, могут быть проблемы, могут быть конфликты, могут быть противоречия, могут быть какие-то неудобства, могут быть какие-то накладки, ну и так далее. То есть проблематика, она, в принципе, такая вот здесь есть. Ну вот, в принципе, всё, наверное, кроме, пожалуй, только момента о том, что вы, ну как бы, спрашиваете, как реагировать, да, что-то вот потребность может быть, может быть это привычка реагировать правильно, так как надо, на мой взгляд, нет. Ну, ни к чему не приведёт вас, вот, совершенно, ни к чему не приведёт вас, вот, совершенно, ни к чему, совершенно никуда не приведёт. Ну, это позиция, вот, поэтому я бы рекомендовал всё-таки, ну, больше как-то вот ориентироваться, да, на то, что хочется, на то, что чувствуется и смотреть, исследовать свои чувства, но не пытаться их с одной стороны обесценивать, а с другой стороны пытаться их навязывать другому человеку, потому что, если, например, вы говорите, что, ну, что мужчина использовала, вот, да, допустим, вот, то ничего удивительного, что он, может быть, как-то вот, обесценивает отношения, например. Ну, на мой взгляд, по крайней, по крайней мере, это то, что, я могу вам сказать, опираться на соединённые опыты, вот. Идеально было бы, если бы вы вместе с человеком, то есть, вместе, вот, с, ну, вместе с мужчиной, вот, обратились бы оба к психологу, психологу, вот, и вместе обсудили бы ту проблематику, которая у вас есть, и решили бы её, может быть, достаточно. По-любому, хорошо, так, чтобы устроило обоих, устроило бы всех, самое главное, наверное, даже вас, вот, ибо это, ну, ибо это важно. Это то, что я могу вам сейчас сказать. На этом, пожалуй, все, на этом можно закончить. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!